Правопорядок в Чувашии в прошлом году стал темой сегодняшнего заседания Координационного совета при главе республики. Сколько преступлений совершили в регионе, как вернуть рецидивистов в правовые рамки и чего не хватает системе, чтобы избавить страну от так называемых фанфуриков, узнавала наша съемочная группа. Жизнь в Чувашии оказалась безопаснее, чем в среднем по России. Но реже всего в республике по расчету на количество жителей закон нарушали в Яльчихском районе. Оптимистично начал доклад министр внутренних дел. Сработали правоохранители так, что в руках правосудия оказались 140 убийц, 70 насильников, более 2000 воров и почти полтысячи грабителей. За теми, кто по терминологии внутренних органов имеет устойчивое противоправное поведение, сотрудники полиции по возможности следят и проводят воспитательную работу. Однако только за прошлый год 957 человек, которые уже когда-то отбыли свое наказание, взялись за старое. Чтобы подобные случаи происходили реже на особый контроль, глава поручил взять адаптацию трудоустройства таких граждан. Еще одна тема, которая в последнее время на заседаниях правительства звучит особенно часто – продажа спиртосодержащих препаратов. В народе фанфуриков. Торговля этими товарами, в том числе в аптечных, в почтовых учреждениях, она не запрещена законом. Соответственно, повлиять на эту ситуацию у полиции законных средств нет вообще. Еще в 2012 году министерство предлагало создать специальную группу по законодательной инициативе. Обсуждается этот вопрос и на федеральном уровне.